В Уральске продолжается реконструкция обводного напорного коллектора по улице Шолохова. Аварии на нём происходили с завидной регулярностью. Люди на несколько дней оставались без воды. Сейчас вместо трубы и стекловолокна укладывают полиэтиленовую трубу. Стоимость проекта более 1 миллиарда тенге. Из-за реконструкции возросла нагрузка на другие сети водоотведения. И они не выдержали. Череда аварий на коллекторе в посёлке Зачиганск вновь стала головной болью для коммунальных служб. Ограничение подачи воды вызвано тем, что в связи с реконструкцией этих сетей многие источные воды мы начали отводить через центральную часть города, через КНС-1 и 2, которые находятся по улице Чиганнаберна. Соответственно, эти напорные коллектора работают на полную мощность. Данные коллектора построены в 70-80-х годах прошлого века. И, соответственно, под большой нагрузкой у нас сейчас в данное время происходит многочисленная авария. В ТО Баты Сорнасы отметили, что водопотребление в посёлке Зачиганск выросло в два раза. И именно здесь происходит хищение водных ресурсов. Но поймать нарушителей с поличным не так просто. Вода уходит на огород все. И зайти не можем, потому что по закону нужно представителей СЭС обязательно совпадовести. Мы сейчас с этим борьбу ведём, но пока никак от него не вырыли. Даже дело не в том. Даже если воду берут и поливают, и за эти деньги платят, нам просто воды на питьё не хватает. Поэтому мы в режим ходим. И вторая причина – это у нас авария. Аварийный коллектор по улице не усыпан. Пока мы её не устраним, постоянно будет опасно, что он обрушится. Мы вообще 70% населения города оставим без воды. Отметим, что только 7 часов в сутки подача воды будет производиться в полном объёме. В остальные часы давление будет снижаться от 50 до 70%. Жителям предложили делать запасы и экономить.